А сейчас вновь к текущей ситуации в Донбассе. Бои там прекратились, украинские военные покинули Дебальцево, и так называемый Дебальцевский котел больше не существует. Но соблюдается ли режим прекращения огня? На прямой связи со студией Вестей из Донбасса наш военный корреспондент Евгений Подобный. Женя, здравствуйте. Какова обстановка на линии соприкосновения и что сейчас происходит в Дебальцеве? Эрнест, Татьяна, здравствуйте. Но тут важно с чем сравнивать. Интенсивность артиллерийского огня, безусловно, значительно снизилась, и в целом режим прекращения огня действует на все линии противостояния. Хотя стоит отметить, что сегодня в Донецке вновь были слышны звуки взрывов. Северняя столица самопровозглашенной ДНР, это в районе аэропорта и населенных пунктов, которые северной части примыкают к территории воздушной гавани, вновь звучали звуки взрывов реактивной и ствольной артиллерии. Украинские силовики наносили удары по позициям ополченцев. При этом в районе Дебальцево ситуация действительно стабилизировалась. Силы ополчения, я напомню, накануне водрузили флаг Новороссии над городом. Тем самым стало понятно, что группировка украинских силовиков потеряла единое управление и перестала существовать как единое целое. Многие из украинских военных погибли, многие попали в плен. Но теперь, по словам сил ДНР, ополченцев, сохраняются небольшие группы украинских военных, которые пытаются выйти из окружения, перейти на другую сторону линии противостояния. Иногда пытаются это сделать сбоем, иногда сдаются в плен к ополченцам. Но вот за последние дни более 300 человек оказались в плену у сил Донецкой Народной Республики. Как и обещали главы ДНР и ЛНР, к ним относятся гуманно, предоставляют им продовольствие и необходимую медицинскую помощь. Теперь линия противостояния проходит у населенного пункта Светлодарск. И вот там, стоит сказать, происходит отвод тяжелой артиллерии. Правда, в каких масштабах, пока неизвестно. Но сотрудники миссии ОБСЕ констатируют, что стороны действительно начали процесс отвода тяжелой артиллерии. Это орудия калибра больше 100 мм, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, реактивные системы залпового огня. Делают это и ополченцы, и украинские силовики, и коллеги. Жень, ну один из главных пунктов, наверное, важнейших пунктов Минских договоренностей, и сегодня о нем вновь говорили лидеры Нормандской четверки, это скорейшее освобождение всех пленных. Как скоро это может произойти, и скорее всего это будет происходить по принципу всех на всех? Ну вот сегодня официальный представитель Министерства обороны Донецкой Народной Республики, военнопленные находятся под юрисдикцией именно оборонного ведомства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил, что ДНР готовы к обмену пленными по формуле «все на всех», и могут сделать это в ближайшее время после того, как будут согласованы необходимые параметры, ну в частности, согласованы списки военнопленных. Кстати, стоит отметить, что в процессе, в этом процессе всегда возникали определенные сложности. Официальный Киев пытался под видом ополченцев передать Донецкой Народной Республике, в общем-то, случайных людей. Вот здесь переговоры могут затянуться, хотя если будет политическая воля, то такие обмены могут состояться в ближайшее время. Стоит отметить, что в Донецкой Народной Республике находится гораздо больше военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это и солдаты, и офицеры, и боевики добровольческих батальонов Национальной Гвардии, чем представители ополчения в плену у официальных киевских властей. Но вот сегодня по этому поводу высказался глава ДНР Александр Захарченко. И впервые после своего ранения он прокомментировал несколько ключевых тем, в частности, говорил и о военно-пленных. Вот что в больнице заявил Александр Захарченко. Мы в больнице будем отдавать пленных, в основном, которые сейчас сдались в плен, они сейчас сдаются. Все будут обменены только на военнослужащих. Если пленные издутся в служае в руках, в режиме боя, это только обмен на наши пленные. Все остальные тут добровольно сложили оружие, водители приезжают и забирают. Качество техники, которое там потеряла Украина, вообще не поддается описанию трофеев, просто сумасшедшие. Боеприпасы забирали вагонами и в Дебальцево, и в Вавенке, и в Углеворске. Коллеги, стоит сказать, что процесс стабилизации ситуации здесь, в Донбассе, он, конечно, идет. И интенсивность огня значительно снизилась. И, собственно, сейчас звуки выстрелов воспринимаются как что-то действительно странное. Хотя здесь, например, в Донецке к разрывам реактивных снарядов давно привыкли. Поэтому главное, что происходит сейчас, это жертвы среди мирных жителей не зафиксированы. Спасибо за вашу информацию. На прямой связи со студией Вестей был наш военный корреспондент Евгений Подубный.